Всем привет! Сегодня я решила вам показать, какие здесь есть частные практики и по возможности поснимать немножко про больницу. Так получилось, что мы сегодня приехали в город и мы находимся как раз недалеко возле самой больницы. И вот у меня возникла такая мысль, а почему бы вам не показать это. Здесь в Германии поликлиник, так как вот раньше были в Союзе или еще где-то в Украине, в Беларуси, не существует. А существует только частная практика. Это семейный врач, который принимает вас и потом по необходимости отправляет к другим врачам. Вот я вышла на улицу более оживленную, но и на этой улице как раз вот находятся два врача семейных. И вот если посмотреть на этот дом, вы никогда не скажете, что здесь получается клиника. Вот в этом доме принимает мой семейный врач. У меня с мужем разные семейные врачи. Я хожу вот сюда, а он остался при своем старом враче. Просто когда я приехала, мне необходимо было тоже найти клинику, где меня будут принимать, смотреть за моим здоровьем. Вот там через дорогу находится красивое желтое здание. Там тоже частная практика, но там принимает женский врач. Рядом светло-желтое здание. Это полиция. Вот так если идешь по улице, никогда не подумай, что в том доме могут находиться кабинеты, врачи сидеть, которые вас принимают. У многих есть там даже свои лаборатории, и стоят у них всякие медицинские, медицинское оборудование. Сейчас постепенно мы дойдем до больницы. Больница тут находится тоже совершенно рядом. Вот где этот крест, церковь с колокольней. Вот там уже сразу больница. Все рядом, вместе. Сразу на дороге стоят указатели, где есть какие парковки и как лучше подъехать к определенному отделению больницы. Вот в этом здании, что возле церкви старой, там не имеется реабилитационный центр. Там занимаются с больными людьми тренингами, помогают восстанавливаться. Вот тут есть центр, который помогает людям с зависимостью. Там можно прийти и получить необходимое лечение. Вот мы уже находимся на территории больницы. Здесь тоже везде есть указатели. В нашем городе больница небольшая, но в ней имеется все, что необходимо. Вот это что за корпус? Не знаю. Не знаешь? Вот. А это дом для престарелых на территории больницы. Вот это реабилитационный центр. Тут проходит реабилитацию от зависимости, от депрессий, от наркозависимости. Но тут добровольно. Здесь можно добровольно прийти, лечь. Я вам его показывала с другой стороны? Тут большой детский корпус. Детский. Вот это большой. Вот тут в этом сером здании окулист сидит ищет. Ортопед, там окулист сидит. Еще какие-то специализированные врачи-то. Вот как тут быстро меняется погода. Только что светило солнышко и теперь, пожалуйста, опять уже дождик пролетает. Хотя год назад, когда меня сюда муж привез рожать, снега не было. Хотя уже Рождество прошло было, можно сказать, Новый год. Вот такая у нас центральный вход в больницу. Это мы уже зашли, это центральный. Вот тут такие продают свечки для крещения. На что еще? Вот такие красивые. На центральной есть игральный, игровой участок, где детка поиграть. Есть кафе. Все уже понемножку прикрасили, украсили к Новому году. Мы поднялись на лифте на второй этаж, где находится роддом, где год назад я рожала свою дочку. Вот так тут все чисто, тихо, спокойно. И здесь есть одна очень интересная штучка. В том году, когда меня муж привез здесь, установили вот такое, как это называется по-немецки? Криппе. Посмотрите, как это тут красиво. С елочкой. Правда, елочку они украсили по-другому, не так, как в том году. Но криппе очень красивые. Здесь в роддоме вход свободный. Вот когда я рожала своего сына, то было давно, 24 года назад. Тогда не запускали ни родных, никого. А здесь ко мне могли заходить все, кто жил. Вот такое это. Криппе. И вот так выглядит холл в родильном отделении. Вот там другие палаты. И там чуть дальше есть само родильное, где рожают. На территории имеется кафе. Когда я родила, мне сразу принесли бумажку на меню. И на том меню муж поставил галочки, что мне будут приносить в течение моих дней, когда я там лежала. Меня выписали быстро, за три дня. И вот эти все три дня на обед у меня был обед по меню. Ну вот мы уйдем с роддома. Пусть здесь рожают много-много деток. Вот мы опять на улице. По всем отделениям ходить не будем. Только там, где я уже была. В больницу лучше не попадать. Да, в больницу лучше не попадать, но хоть маленькое представление у вас о больнице нашего города появится. Вот, пожалуйста, декабрь месяц. Ни снега, ни мороза. Только дождик на нас капает. Ну все, на этом будем прощаться. Я думаю, вам было интересно. Хоть немного я рассказала, потому что я не так много чего знаю. Я только узнаю, что здесь, как здесь. Так что, если понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.